Добрый вечер! Телефон студии 6510996. Разговор о самом необычном и самом болезненном для нас с вами, автомобилистов. Не подумайте, что о законодательных инициативах Палаты номер 6, как раз о более любопытном. О том, как скоро нас с вами, в целом, водители, выгонят из-за руля. Как скоро автомобиль станет настолько автономным, настолько размышляющим и настолько дееспособным, что человек за рулем будет просто помехой, причем довольно устранимой. Сама по себе постановка такого вопроса лет 20 тому назад казалась чудовищной. Но как? Ведь мы только за рулем и человек главный на борту. Лет 70-80 тому назад, а может быть даже 90-100 в начале 20 века, разговор о том, чтобы человека не пускать за руль, он был немножко в другой плоскости, поскольку руля как такового не было. Но формулировка была несколько иная, и нам, живущим в 21 веке, совершенно непонятной. А именно, ну, приблизительно формулировалось так, какую часть полномочий можно отдать самому транспортному средству на его усмотрение. Ведь лошадь тогда была транспортным средством. Трамвай потихонечку в Москве появился в 1905 году. Кстати, Москва была не первым городом Российской империи, где появился трамвай. И кроме трамвая, да, железная дорога уже появилась, но вот массовым транспортным средством был либо конный экипаж, либо сам по себе человек, сидящий верхом на лошади. И вот тогда вопрос не ставился столь остро, как долго и как мучительно человеку управлять в одну голову, потому что об этом сейчас мало кто знает. Мы же забыли, как ездить верхом. Но когда люди ездили верхом в те времена, половина полномочий была у лошади. Лошадь принимала решение, особенно на коротких аллюрах, как именно ей преодолевать то или иное препятствие. Если всадник, предположим, шел шагом или легкой рысью, двигался, не в телеге, то есть верхом, именно что всадник, он ехал, и не обязательно на полном сборе, то есть с набранным поводом, и увидев какое-то препятствие, канаву или бревно, довольно часто, совершенно равноправно, решение, как именно преодолевать будем, прыжком или спустившись вниз или подняв лапку вверх, отдавалось лошади. Лошадь сама принимала решение, ей лучше толкнуться и прыгнуть, причем если это коряга, то, соответственно, прыжок вверх, если это канава, то это прыжок на длину. И никого не смущало, что вот в этой связке вроде бы человек, он главный, он управляет транспортным средством, и тем не менее транспортное средство само принимает решение, как именно поступить в той или иной конкретной ситуации. А вспомните, в русской литературе сколько раз описывался эпизод, когда возница в силу недомогания или алкогольного угара отказывалась от управления транспортным средством и передавал полномочия лошади, которая сама, опираясь на собственный GPS-навигатор, на собственный круиз-контроль, достаточно активный, приводила непосредственно экипаж и человека к порогу родного дома. То есть лошадь сама, получив все полномочия по управлению, человека привозила. Почему же тогда нас, людей, живущих в 21 веке, и тем более в конце 20 века, когда вот такая бурная автомобилизация началась, особенно на волне кризиса 98-го года, и в нашей стране люди стали покупать машины всерьез, массово, по-настоящему. Вот тогда пугал этот вопрос, как же так? Я должен быть за рулем, я купил, я поехал. Причем тогда коробок автомата еще не было, поэтому вся вот эта голая механика, три педали, рычаг, руль, она была в наших руках. То есть получается, что в начале 20 века нормально было, когда лошадь сама знала, куда ехать. Под конец 20 века оказалось, что только человек может быть вершителем судеб, властелем природы, поэтому только он управляет автомобилем. А вот, например, на пороге, на излете 80-х и 90-х был очень любопытный эпизод, когда кооперативное движение в нашей стране позволило людям потихонечку начинать реализовывать свои собственные интересы и свой собственный опыт. То есть не по заданию партии или начальника изобретательства было, а в вольном порядке, потому что казалось интересным. Тогда была организована контора под названием «Март». С моей позиции это конструкторское бюро. На самом деле это довольно серьезная структура. У нее название «Март» предварялось аббревиатурой общества закрытого типа и абсолютно неважно дальше по форме собственности, как это трактовалось. Задача «Марта» была из оборонки, легализованной, открытой к широкому употреблению технологий, перенести в наш с вами мир с тем, чтобы сделать жизнь интереснее и легче. И «Март» задался задачей построить автомобиль, автомобиль будущего. Там величайший человек с фамилией непроизносимой и мало кому известной Гес де Кальве занимался этим с инженерной точки зрения. Великий Захаров, художник Захаров занимался конструкторскими работами и дизайном, и в том числе продувкой в аэродинамической трубе. И там было много фантастических людей. И вот когда они уже всерьез начали делать эту машину, а она была, кстати, доведена до состояния макета натуральную величину, который и продувался в том числе в аэродинамической трубе. Вот этот аппарат, получивший, кстати, название «Экстремист», и в то время слово «Экстремист» еще не имело такого ураганно-уголовного оттенка. Автомобиль «Экстремист», длиной он чуть больше Таврии, 4 метра, двухместный, с аксиальным двигателем. Аксиальный двигатель — это удивительное явление. На тот момент уже существовал. То есть это военная технология, которая нормально совершенно была отдана людям для того, чтобы они из этого сделали что-то общеупотребительное. С системой, которая меня, например, поражала распознавание предметов на удалении от 3 до 5 километров с очень небольшим угловым вектором и предупреждение, соответственно, водителя о том, что вот мы едем туда, где что-то нам не понравится в дальнейшем. Вот, смотрите, дистанция распознавания, а ведь это конец 80-х, начало 90-х, когда еще не было на автомобилях, по крайней мере, радаров, и не было круиз-контроля, и не было GPS-а. То есть обычная машина того времени не могла ориентироваться в пространстве. А «Экстремист», изготовленный Мартом, он, в принципе, к этому был как раз предназначен. Вот система распознавания на дистанции 5 километров, она была взята с вертолета, с системой распознавания проводов, для того, чтобы пилот вертолета получил заранее возможность сориентироваться, он будет лететь как под проводом, выше провода, и вообще, что ему делать. Там была еще интересная система проецирования показаний приборов на сетчатку глаза. Тоже так несколько нетривиально. И вот в момент, когда практически все техническое задание было обобщено, готово, и уже до воплощения реального оставался один шаг, родилась идея автопилота активного. На тот момент это тоже ноу-хау, который не имел аналогов. Если самолет сам по себе может садиться, взлетать и лететь, то почему автомобиль не может? Давайте мы сделаем в автомобиле экстремист, полный автопилот, способный принимать на себя управление. Максимальная задача, максимальное его проявление, когда человек садится как в телегу, как у извозчика говорит «в Питер», и машина выезжает в Питер. Он, соответственно, читает газету. Либо человек остается за рулем, электроника не отстраняет его от управления, он водитель, ключ на старт, поехал. Но в какой-то экстремальной ситуации, когда электроника понимает, что все, не справился, сейчас мы будем уже косить телеграфные столбы нашим монококом. Вот в этот момент электроника принимает управление на себя, отбирает у человека руль и выводит машину из экстремальной ситуации. Но именно вот это и испугало самих конструкторов. Они предположили, что человек не готов. И так нервы на пределе, и так ты уже летишь куда-то. И в этот момент у тебя отбирают руль и начинает куда-то там оно само ехать. Страшно? Аж жуть. А так и отказались. То есть вот на тот период казалось недопустимым отобрать у человека управление. В 20 век мы шагнули с тем, что лошадь сама принимала как минимум половину решений, а иногда и все. В середине века и до конца века мы дожили с ощущением, что это недопустимо. Абсолютно человек природу покорил, машину покорил, от лошади отказался, поэтому будет управлять всем сам. Хотя тот же самый Тухачевский, вы помните, радиоуправляемые танки. Довольно много было моделей уже, в общем-то, дееспособных. Радиоуправляемые танки эпохи Тухачевского, а это 1937-1939 год, они выполняли 16 команд. Они были сориентированы на то, чтобы что-то уже делать. А вот на сегодняшний день коробка уже автомат. Активный круиз-контроль уже существует. GPS-навигация стала общеупотребительной. Пожалуйста, вот с утра до ночи ты можешь по координатам что-то делать. Осталось совместить все это в одном автомобиле. И дальше, в общем-то, прогресс идет к тому, что человека можно отстранить от управления. Фирма Volvo разрабатывает в Швеции алгоритм, когда машины как вагончики в электричке собираются, встают за головным, и головной ведет их по оптимальному маршруту. То есть ты выехал на дорогу, увидел, что вот тут группа машинок, например, фирмы Volvo, едет туда, куда тебе надо, поэтому ты встаешь с ними в один ряд, и они тебя приводят, то есть управление уже не твое. Головной ведет всех остальных. Они как покорные роботы везут каждый в своей тележке своего пассажира, который в этот момент уже статус водителя утрачивает, привозит нужное направление. Здесь есть экономия по трафику, оптимальный маршрут, экономия топлива, потому что в том числе они идут в аэродинамической тени предшественника. Одна машина прячется в аэродинамическую тень, другой и так далее. И на сегодняшний день уже на полном серьезе можно говорить о том, чтобы человека отстранить от управления, тем более, что мы видим, насколько ужасно люди ведут себя за рулем. Электроника, техника, она все активнее. Американцы разрабатывают боевые роботы, грузовики, которые будут по передовой ездить, по минным полям завоеванной отчизны и тоже без водителей, и там уже нечеткая логика позволяет машинам справляться. Вот что плохо. В нашей стране любой автомобиль-робот, он доедет до Вышнего Волочка, где и сдохнет в сугробе. Либо его КамАЗом сгребет встречным, либо он просто в яму упадет. Поэтому эти игры разума, к сожалению, не про нас. Так что мы с вами за рулем еще останемся надолго. А вот мир идет. Телефон в студии 651099.6. Телефон приобретает приятный цвет. Он такой уже прогретый. Понятно, что сейчас начнет краснеть. Вопрос сайта по поводу Chevrolet Captiva 2019 года в сравнении двух моделей. Бензиновый и дизельный. Бензин 2.4, дизель 2.2. А дальше вопрос очень каверзно построен. Что и насколько удобнее и дешевле в эксплуатации? Удобнее дизель 2.2. Замечательный. С автоматом прекрасный автомобиль получился. Очень интересный, очень правильный. Насчет дешевле в эксплуатации? Ни одна из них не дешевле. Во-первых, благодаря заслугам GM. У GM последние лет, наверное, 8 идет перестройка сервисной сети. Поэтому у них все очень странно. Ценник у них чудовищный. И задача большинства дилеров ободрать вас как липку. Если в остальных дилерствах норовят содрать где-нибудь шкур так от 4 до 5, то GM все-таки норовят все 7 сразу. Ну вот, определено в нашей стране, что нужно с клиента спускать 7 шкур. Вот, пожалуйста, это как раз в том числе по Шевроле Коптива. Тем более, вы знаете стоимость дизельного топлива. Она какой-то запредельная просто. Я не понимаю, почему у нас это столько стоит. Но картельного сговора здесь нет. Уголовное дело, конечно, быть возбуждено не может по стоимости топлива, в том числе дизельного. У нас на связи Владимир. Владимир, вы открываете эту неделю разговоров со слушателями. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Не фонит радио, не надо выключить, что у меня включен. Замечательно. Знаете, видно вас плохо, а слышно хорошо. А где меня видно, я же не на экране. Ну, это вам так кажется. Да, вопрос такой, Сергей. По поводу ее мобиля. Когда господин Прохоров, владелец ее мобиля, шел в президент, он, значит, клятвенно заверил, что, значит, будет три модели ее мобиля. Маленькая машинка, кроссовер и что-то близко к микроавтобусу типа «Газель». И клятвенно заверял, что в 2012 году страна уже сядет на автомобиль. Кто захочет, тебе купят, они уже поступят в продажу. Потом, значит, проходит 2012 год. Их нет. Вот генеральный директор компании Равид, что выпускает ее мобили, сказал, да вот поставщики там западные, американские подвели, какие-то там детали, запчасти, узлы, блоки не поставили, пока, извините, нет в продаже. Причем пиар был таков, что якобы, скажите, правда это или нет, ее мобиль единственный автомобиль из всех мировых фирм, который будет ездить на бензине, газе и электричестве. И там особая фишка была, что якобы какой-то лопастно-роторный принцип, который русские кулибины из Вологодской области изверли, что такого прецедента, такого удачного решения двигательного нет ни одной автомобильной компании мира. И что вследствие этого расход топлива будет 3,5 литра всего на 100 километров. Но я как в какой-то газете также встретил информацию, что всего 70 лошадиных сил будет, ну очевидно, у маленьких машин, не знаю, как там та, которая ближе к Газели. И почему-то всего лишь лимит скорости, максимальная планка в верхней, 120 километров в час. Пока вот их нет в продаже, я хотел спросить, можно ли что-то говорить про ее мобили, или пока вы сами не попробовали, что называется, не поводили, не знаете, в живую машину, нельзя что-то сказать. Ну вот такой вопрос в целом. А, и недели две до Нового года, или за неделю, Прохоров был на Вести 24 в экономическом блоке, ему задала ведущий вопрос, ну где же ее мобили? Он опять говорит, да, вот американские наши коллеги-партнеры подвели, ну а если начнется сборка, и потом вдруг испортятся отношения, будут поставляться запчасти, что все встало? Сухой суперджет тоже, оказывается, говорят, российский самолет, но она 80-85% из импортных компонентов, то есть что, получается, отверточная сборка всего лишь 15% сухого суперджета российского, а в ее мобили, что если опять будут проблемы с поставщиками? Спасибо. Владимир, спасибо вам за то, что вы так подробно рассказали современную русскую сказку. Я в сказки не верил даже в детстве, хотя мне их читали настойчиво. Я сильно подозреваю, что вы тоже довольно критично относитесь к сказкам, хотя изложили вы ее очень правильно, очень близко к тексту. Ее мобиль — это явление, которое написано на бумаге, бегает в виде макетов, не существует на самом деле абсолютно. Ну вот нету ее мобиля, его не будет, его не было, его нет на сегодняшний день. При том, что современная сказка по поводу ее мобиля, она регулярно содержит отсылы к подвигам, которые ее мобиль — это такой вот мифический персонаж, он уже подвиги совершает, поэтому к этим подвигам отсылы есть. Если помните, пару лет тому назад на ралли «Шелковый путь» выступали два ее мобиля, правда они оказались почему-то. Один из них был Mitsubishi Pajero, а другой Mitsubishi L200, специально подготовленный французами для ралли-рейдов, и от ее мобиля там была такая пластиковая накладка и название. Но, тем не менее, вот этот мифический богатырь, он уже где-то, соответственно, в спорте что-то пытался сделать. Потом ее мобиль был в виде трех макетов, один из них даже шевелился, и шевелился в том числе под президентом. Следующая реинкарнация этого сказочного богатыря, у которого количество глав, как у дракона, то сокращается, то увеличивается, то их три главы, то одна глава. Вот когда он был трехглавым, его показывали во Франкфурте на автосалоне, к нему прилагался специальный такой человек по фамилии Гинсбург. Гинсбургов вообще на свете много, Гинсбургов в отечественной истории тоже достаточно много. Это был, на мой субъективный взгляд, самый неприличный, самый неудачный из Гинсбургов, которых я когда-нибудь видел, слышал или читал. Ну вот, например, Лазарь Гинсбург, написавший Старика Хаттавыч, он заведомо более интересный из всей поросли Гинсбургов. Этот Гинсбург с таким легким налетом провинциального торгаша фруктами на рынке и с наездом из серии «Но че, пацаны, о че не верите? Я тут, блин, в натуре круто все придумал». У него, по крайней мере, тональность дискуссии, она такая, электрический запас у него тоже не очень велик. Он нам с дядей Сашей Пикуленко предложил померить дорожный просвет на пластмассовые игрушки в натуральном величии, но выставленные на франкфуртском салоне, чем, в общем, показал некую неготовность к разговору с людьми, которые что-то понимают в ее мобилях. На сегодняшний день ее мобиль стал Suzuki SX-4. По крайней мере, кузов от него и много чего от него, но пара батареек уже внутрь инсталлирована. Зачем Прохорову нужна была эта сказка? В тот момент, когда он вдруг стал набирать политический вес, ну, у некоторых людей вот бывают такие маневры. В конце концов, Прохоров может распоряжаться собой, собственным имиджем и своими деньгами, как он считает нужным. Мы же, тем более, не НКВД, чтобы спросить, откуда у него все эти заводы. Этот вопрос будет историей или не историей, историками, задан Прохорову несколько позже. Но на сегодня считается, что у него деньги собственные, поэтому как хочет, так и тратит. Я до сих пор придерживаюсь очень субъективного мнения, что группе Annexiam понадобилось срочно выкупить с рынка лишние акции. Какие-то ценные бумаги явно норовили не в те руки попасть, поэтому нужно было срочно их обрушить. И когда вышла эта бредовая идея на рынок о том, что ее мобиль станет, наконец, автомобилем реальным, все сразу поняли, что Тайч рехнулся, а Annexiam просто сошел с ума, после чего стали избавляться от акций и в нижнем пределе спокойно их скупили обратно. После этого затея с ее мобильным себя, что называется, оправдала дважды. Во-первых, и президент обратил внимание на то, какой хороший Прохоров, как интересно он может олицетворять собой инновации. Второе, все лишние акции были выкуплены обратно, скорее всего, даже ниже номинала. Игра на этом закончилась, и сейчас продолжать эту эпопею особого смысла нет. Вот хотя, почему бы, например, на свои деньги не дать какой-то группе лиц возможность поупражняться? Вот одним сказали, изобретите швейную машину. Ну, например, в нашей стране никогда швейные машины не делали приличных. Там был у нас Подольск. Чудовище абсолютное. Все хозяйки советской эпохи рыдали над этим Подольском. Давайте изобретем. Вот у нас, например, нету нашей разработки мобильного телефона. Рано или поздно может найтись очередной Виксельберг, который скажет, Россия, ну как же так? Давайте изобретем отечественный мобильный телефон. Мы пойдем его изобретать. Ведь мы же в своем изобретательстве шли позади всего мира, особенно это было в быту заметно. Мы вслед за всеми, с небольшим опозданием, буквально в десятилетие, сделали видеомагнитофон. Мы через какое-то время изобрели часы на жидких кристаллах. То есть все то, что в мире существует, мы тоже пытались изобрести. Вот сейчас мы пытаемся изобрести даже не электромобиль, а некого каркозавра, в котором взаимоисключающие друг друга технологии. Но если это финансируется и дает каким-то людям пищу для ума, они могут со временем изобрести, например, ну не электромобиль, но хотя бы электробритву. Это будет неплохая ее бритва. И пусть она будет удачной, успешной, долгоиграющей, долгоработающей. И в конце концов Прохоров с группой Annexium будут делать, например, электробритвы. Очень даже неплохо. Или какой-нибудь получится электронно-дедукционный клапан на системе отопления в деревнях, его примут на ура. Если человек финансирует подобные разработки, пускай он этим займется. Но всерьез верить в автомобиль, его нет. И самое ужасное, что может с ним произойти, если он реально состоится. И идеология у него порочная, и сферы применения у него не существуют. И вот эти, тем более, кивки на зарубежную элементную базу говорят о том, что по цене он, с одной стороны, на старте сразу выигрывает, потому что купленное там дешевле, чем произведенное здесь. Увы, так оно и есть. Но при всем при том, оно не наше, и оно странное, и оно ненужное, когда из чужих комплектующих мы создаем свое, чего никогда не было. То есть, грубо говоря, мы там берем двигатель, и здесь мы из него делаем недодвигатель. Там берем колесо, и делаем из него здесь недоколесо. Там берем руль, и здесь делаем из него недоруль. Странная идея, но худший из возможных вариантов – это завод по производству вот этого неликвида. Надеюсь, что это чудовище никогда не состоится в реальности, и, в общем-то, такой задачи нет. Андрей у нас на связи. Добрый день. Здравствуйте, Андрей. Комментарий по вашей теме. Главное, что враг не пройдет у нас. Врагу в нашей стране вообще смерть на рубеже реки Березина. Теперь вопрос. Купил себе Volkswagen Passat 7. Скажите, какой у него ресурс, и когда, в общем-то, от него стоит избавляться уже на вторые руки? Спасибо. А у вас предыдущие машины сколько по ресурсу набегали, накрутили? У меня был Lancer 10-й, то есть я им пользовался 5 лет, 120 тысяч он у меня проехал. И какие вопросы он вам задал за эти 120 тысяч, будучи машиной на ступеньку ниже в табеле о рангах? То есть гольф-классы и D-классы, это не одно и то же. То есть ресурс разный. Ваша Astra когда вас начала разочаровывать? Lancer, да. Он не разочаровывал, просто появилась возможность машину больше купить и рождение ребенка. Но, в общем-то, потому что в Lancer там багажника, в общем-то, нету, как с Карлова. Passat, он один из самых больших, даже, наверное, в бизнес-классе. То есть машина прожила 120 тысяч и 5 лет, вопросов не задавала. Ну, стойки я поменял только. Ну, даже странно, что только стойки. А почему у вас такая подозрительность по поводу B7? Что-то нехорошее про него знаете? Ну, ввиду... Сейчас автопроизводители пытаются снижать себестоимость автомобиля, насколько понятно. Плюс еще турбинный мотор и достаточно много нареканий на DCI-овские, массажеры, там, ДСГ, коробки и так далее. И подвеска у него силуминовая, причем уже третье поколение подряд. Предмет. И вообще в целом он не танк. Но при той эксплуатации, которая ему предписана, он у вас проживет, как любой другой долгоиграющий предмет. И никаких проблем с ним не будет. И вообще сама по себе постановка вопроса несколько странная. Почему нужно как-то пытаться определить ресурс? Ресурс у них у всех до 300 тысяч с гарантией. Дальше как повезет. Перерыв на новое. Телефон в студии, хоть вы его и знаете, и даже я его уже выучил, тем не менее, напомню. 65 10 9 9 и 6. Очень любопытно и очень позитивно то, что практически каждый второй-третий звонящий в качестве причины, по которой он меняет машину, называет рождение ребенка. Появление ребенка, оно настолько переворачивает мир, настолько перепозиционирует человека, что ему кажется необходимым многое поменять, именно потому что ребенок. Под ребенка, ради ребенка, в связи с ребенком. И появление ребенка для многих в том числе не сказывается, например, на квартире, потому что, ну, квартиру в нашей стране купить благодаря заботе государства невозможно. Еще в ближайшие годы долгие мы не сможем вот так вот легко и непринужденно решать свой квартирный вопрос. Это послесловие к тому, как государство распорядилось деньгами страховых компаний. Именно эта игра серьезно дала нам по рукам, и теперь мы квартиру себе не купим. Это на наши деньги страховые компании подняли нам стоимость одного метра жилья. Автомобиль до сих пор остается очень приятной статусной игрушкой. И замечательно то, что многие с появлением ребенка в семье или добавлением следующего ребенка в семью меняют машину. Вот как обычно еще при этом хороший папа покупает новые фотоаппараты или видеокамеры для того, чтобы каждый шаг и каждый жест своего ребенка менять. Так же и машина, потому что нужны памперсы, нужна коляска. И любопытно, что те, у кого Deu Matisse, они до этого, например, ездили и было нормально, но они покупали там себе Chevrolet Aveo. Вот когда был Lancer, нужно купить Passat. То есть у одного дети умещались в такую коробочку, у которого в другом он считает, что она только кошка может поместиться. Перед войной у итальянцев, когда, например, появился Fiat 500 Topolino, Topolino это кличка мышонок, его люди так прозвали, это была машина двухместная, и основным потребителем Fiat Topolino двухместного были многодетные небогатые итальянские семьи. Для них как раз это был шикарный вариант сесть и поехать. И то, что нужно было детей грузить в багажник лопатой, совершенно никого не смущало. То есть тогда ориентиром семейного человека и достатка двухместная машина служила совершенно закономерно, никого это не смущало. А мы с вами, вот видите, как здорово в своей жизни распоряжаемся жилплощадью для детей, мобильной жилплощадью, покупая, например, Volkswagen Passat. Это очень позитивно. Владимир у нас на линии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Сергей. Владимир, Москва. Замечательно. У меня Театт Леон, 1,4 в специальной механике. Вот три года машинки, 60 тысяч пробег. Полностью я измолен, но из разных источников слышал информацию о том, что моторы долго не живут вот эти. Вот что алюминиевый блок и всякое может случиться. Владимир, вас запугали слухами. То есть бабушки, которые в этот момент лузгали семечки на крылечке, вы мимо них проходили и сказали «А, Володя пошел». Алюминиевый-то у него не жилец, не, не жилец. А помнишь, Марья Ивановна, в войну-то истребители летали на алюминиевых движках. А помните, у Руссобалта в 911 году алюминиевый блок цилиндров был и вообще вся цилиндропоршневая группа была из легких. Да, не жилец у Владимира 1.4 моторчик, не жилец. А вы и вздрогнули, да? Я правильно понимаю? Ну, не то, чтобы вздрогнул, но некоторые опасения, да, появились. Причем симптомов никаких нет. Вы, причем, уже когда покупали свой Seat Leon, при том, что дилерской сети как таковой не было, вы пошли не то чтобы на риск, сколько скорее на эксперимент. Вам стало интересно очень необычное обладание этим автомобилем, не существующим больше в нашей стране. Леонов у нас их все шесть штук были куплены, пять по другим городам, в Москве только ваш. А вот теперь вас вдруг как-то за душу взяло, да? Ну, я выбирал, да, между Октавией и Гольфом, а потом вот пришел в салон театр и сразу понял, что... Люблю, люблю. Да, да. И алюминиевый мотор вас не смутил. То есть симптомов нет никаких. Симптомов нет. Есть общественное мнение, которое вас запугало. То есть социальные сети сделали свое черное дело. Они поселили вашу душу червячка. Ну да, да, это так. Владимир, ваша машина без проблем пробежит 286 тысяч километров. Она будет на ходу еще семь с половиной лет и не потребует абсолютно никаких дополнительных вложений. Не переживайте по этому поводу. Сергей у нас на связи. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, Сергей. Здравствуйте. Здрасте. Сергей, спасибо за вашу передачу. Очень интересно и очень зло вам дозвонить. Практически нереально, но вы смогли. Вы на линии... Да, я третий день висел на линии, можно сказать. Да, вы начали с пятницы, я заметил. Да, да, да. Почему-то вот не затрагиваете вы такую популярную сейчас машину, как Chevrolet Cruze. А я стал счастливым владателем Chevrolet Cruze в декабре. С каким мотором? 1,8. О, это правильный мотор. На ручке? На чем? На автомате. Ну, то есть, в принципе, доходы у меня небольшие, а вот наступила такая блажь, когда захотелось именно новую машину купить. Абсолютно правильная блажь, Сергей. Вот очень правильно то, что вы перестали обращать внимание на отсутствие денег. Денег у нас с вами никогда нет, не было и не будет. Но это не значит, что мы должны пить паленую водку, ездить на Жигулях и ходить в лаптях. Вы правильно сделали, что купили себе Cruze, да еще в самой хорошей комплектации. 1,8 автомат. Хорошая пара. То есть, хорошая пара, да? Конечно, конечно. Тем более, не устаю повторять эту спорную сентенцию, по поводу которой многие не согласны. Это машина класса D. Она огромная, здоровая. Она с Волгу 24 размером. И то, что производитель ее отнес к классу C, позволило ему поиграть в том числе и с нашей таможней, и вообще в ценообразование. Именно поэтому она стоит не полтора миллиона, как все остальные одноклассники, а те самые 800 тысяч с хвостом, которые вы за нее заплатили. Я за нее заплатил еще меньше. Вот. Больший скид. Вот. Но это же российская сборка уже. Да, это меня тоже печалит. Но у нее, если и полезут какие-то проблемы, то скорее конструктивные. Потому что у нее вот эта астровская платформа, она, например, к сожалению, к большому сожалению, регулярно каждому третьему, не второму и не первому, каждому третьему клиенту подбрасывает стук тормозных колодок в направляющих спереди. Ну, есть у нее такая особенность. И немцы по этому поводу, они взяли так вот собирательно и специально купили прибор для почесывания, взяли репу, совместили и чешут репу и пытаются понять, что же им делать с направляющими. Гремят колодки, причем независимо от износа. Через какое-то время они что-то с этим решат. Но они гремят в том числе и на немецких машинах, собранных в Кёльне, и ничего мы с вами с этим не поделаем. Не знаю, по-моему, просто очень хорошие. Единственное, что очень жесткая подвеска, на мой взгляд. Еще тем более, что у меня максимальные диски. Такие там, возможно... Ну да. А вы по зиме тоже на них катаетесь? Да, ну красивые. А, ну, Сергей, вы эстет. Потому что на зиму, как правило, рекомендуется ставить обычную штамповку, накрывать ее пластиковым колпаком и брать самый высокий профиль, который возможен. То есть уменьшать радиус и наращивать профиль. Тогда получается и езда другая, и в том числе степень комфорта. Ну да. А еще вот такой вопрос. А почему вы в начале передачи так пенелесно отозвались, в принципе, о GM, что они там пытаются собрать больше шкур, чем все остальные? Как бы по отзывам... Скажем так, у нас есть друг семьи, который продает масла на рынке в Южном порту, да? И у нас считается непререкаемым авторитетом. Это правильно. Значит, вот этот друг, он, в общем-то, замечательный человек, на самом деле. Он мне рекомендовал именно брать, ну, на мой скромный бюджет, эту машину. Ну, то есть, потому что у меня были альтернативы. То есть, внешне мне очень нравились Citroën, которые DS, вот DS-4. Да, согласен, да. Очень красивый, да, но он там чуть-чуть дороже и так далее. И поменьше. И поменьше, да. А у меня рост 192, это очень критично тоже. Вот. И, в общем, этот друг сказал, что Citroën очень дороги в обслуживании, а вот очень демократичный вариант, это же... Внимание, ответ. Деуматис, собранный в Узбекистане, пришел на наш рынок. У него скоро, кстати, будет красивая цифра, 10 лет. В тот момент, когда большинство деталей для него производились там же и при помощи корейцев, но не несли на себе логотипа GM. Рычаг подвески, соответственно, нижний, соответственно, передний, стоил на Деуматис 180 рублей. С тех пор единственное, что произошло, что изменилось на свете? Все тот же самый станок, штампует все ту же самую деталь. Но на нее теперь даже не наносится GM-овский логотип. Он просто рядом лежит. Он, так сказать, осеняет. Именно поэтому нижний рычаг подвески вместо 180 рублей стоит 1800 рублей. То есть, сильно подорожал. Причем только потому, что прошло немножко времени и появился GM. И вот, например, если вам нужно на GM заказать какую-нибудь деталь, не оказавшуюся на складе, то есть расходники есть, пожалуйста, тормозные колодки, не вопрос. Если вам нужно заказать что-нибудь такое зверски экзотическое, типа вот там, не знаю, там ручку стеклоподъемника, то есть шанс, что вы эту ручку будете ждать как раз к празднику, который называется морковки на заговенье. Я проверял. Дело в том, что я постоянно мониторю, что куда и как. С Citroen не соглашусь, потому что один из самых дешевых по эксплуатации автомобилей, это как раз брендов вообще, это Citroen. Peugeot и Citroen это два француза, которые борются за нижнюю ступеньку в пьедестал, чтобы оказаться максимально дешевыми. Корейцы уже дороже, чем они. А у GM у него вот так. По некоторым моделям, да, есть какое-то просветление. Но в целом GM-овцы сами так говорят. Знаете, у нас тут, извините, вот небольшая реформа тут по сервисному обслуживанию, там со склада туда-сюда переносится, сейчас там логистика. У GM, кстати, у них склад находится где-то, по-моему, в районе Красноярска, поэтому детали приходят в Москву, из Москвы везутся в Красноярск, там на логистическом складе обрабатываются, пусть ЧУ привозится обратно к вам в Москву. Тоже нормально, кстати, хорошо сказывается на цене. Вот такой вот GM. Хотя, конечно, у него тоже бывает просветление, но в целом очень странная политика по вторичному рынку, тем более по сервису, да, а сколько стоит техническое обслуживание автомобилей? Ну, пять лет тому назад большое ТО, например, на Opel Vectra стоило порядка 7 тысяч, сейчас большое ТО на эту же машину стоит 30 тысяч. По-моему, это не говорит о том, что это дешево. Алексей у нас на связи. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Я рад вас слышать. Да, Сергей, взаимно. У меня вопрос немножечко, пожалуй, отличается от стандарта. Это не страшно. Да, вот мне интересно, имеет ли смысл на хорошо известном вам автомобиле поменять мотор 1HZ легенду на другую легенду 1HDT? А почему? Причина какая? То, что кофейная гуща нагадала ближайшую кончину? Да нет, в отличном состоянии. Движок, ну, 1500-1600 прошел, ему еще, в общем, столько же ездить, масло не ест, вроде все хорошо, но... Ну, да, возможно, там некие проблемы на обгонах, но... Алексей, ваши руки не для скуки. Так. Сделайте проще. Сломайте какую-нибудь второстепенную деталь, где-нибудь там в районе, знаете, сверните какую-нибудь гайку, например, слива масла из коробки, и ближайшие там полгода вы будете озадачены всерьез. Не трогайте мотор. Не трогайте, потому что у вас очень неплохой комплект под названием автомобиль, в котором к этому мотору очень неплохо подходят в том числе передаточные числа. По крутящему моменту у вас все в порядке. И вообще у вас, в принципе, классный, хороший, прогнозируемый аппарат, который вы не называете, с хорошим, классным мотором, который вы называете, а вы хотите, ну, по большому счету, заняться техническим творчеством. Займитесь чем-нибудь безопасным. Роман на связи. Роман, здравствуйте. Роман, это вы. Привет, добрый вечер. Здрасте. Вот вы в эфире, я, кстати, тоже. Алло. Да. Вы как-то... Плохо слышно вас почему-то. Алло, 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 да-да-да, меня зовут Александр. Ах, вот в чем дело. Ну, Александр, простите. Я рад вас слышать. Да, взаимно. Вот у меня такой вопрос. Ну, к счастью, я являюсь вторым обладателем Москвы Сиат-Леона сейчас. О, у вас сегодня какой-то специальный день. Да. Все вводы в гости к нам. Да-да-да. Вот, ну, к сожалению, ну, точнее, машиной управляет жена. Вот. Как известно, комплектация с двигателем 1.6 не позволяет установке автоматической коробки передач. Поэтому вы на нем не ездите, только жена. Да, на нем ездит только супруга. Ну, в общем, решили сменить машинку, взять с автоматом что-то подобное. Вот. И, значит, очень сильно понравилась Audi A3. С двигателем 1.2 Turbo. Вот видите, как по поводу Audi чуть позже. Продолжаем разбираться с автомобилями. У нас такой тихий кулуарный разговор в курилке. Телефон в курилку 6510996. Александр, по поводу автомобиля для жены. После Сеата Леон, Audi A3. Это неплохой выбор, тем более, что Audi A3 существует специально для женщин. Когда мужик оказывается за рулем этого автомобиля, на вопрос, зачем ты это сделал, он обычно начинает как-то очень неубедительно рассказывать всякие странные вещи о том, что это тоже гольф, но только у этого гольфа, у него гольфистость не такая гольфовая, поэтому гольфануть на нем как-то от всего гольфа на всю гольфистость не получится. И поэтому, соответственно, Audi A3 это уже не какой-то гольф. Там всегда довольно тяжело, и вот Audi, они начинают отличаться от Volkswagen с ростом. Вот A4 это уже не совсем Volkswagen. Audi A6 это не Volkswagen. Audi A8 это вообще не Volkswagen, несмотря на то, что Faetone с ним соплатформник. Кстати, и Bentley Continental тоже. Поэтому Audi A3 это Volkswagen Golf. Это просто-напросто Volkswagen Golf, но такой вот слегка инкрустированный четырьмя кольцами и еще чем-то. Какой мотор убрать? Не берите никакой TFCI. Вот как только вы берете TFCI, вы тут же так или иначе попадаете в категорию людей, ожидающих неприятностей по масложору. Это те самые знаменитые двигатели, которым нужны два бачка. Один для бензина, другой для масла. И хотя проблема в целом решена, она все равно еще потихонечку проявляется. Для женщины Audi A3 великолепный автомобиль. Это как то же самое, что у всех, только более красивое. Тем более эргономика, да, эталонная. Volkswagen молодец в этом отношении. Audi, естественно, тоже молодец. Технологии замечательные. Дорогу держит очень хорошо. Багажник удобный. Двери, кстати, у него двери открываются, закрываются. Достойный аппарат для женщины. Алексей у нас на связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу Гранд Витары с дизелем, который там не поставляется. Который там и не будет поставляться. Но есть возможность взять как-то трехлетку. Вот хотелось бы узнать, как стоит связываться или нет. Вообще, судя по тому, что она дизельная, вы ее откуда-то из Европы попытаетесь угнать. Ну да. Под заказ. Ну, возможно, да. Да. Ну, есть в продаже, в принципе, в Москве, я уже видел. Да. Ну, к нам потихонечку залетают эти аппараты. Вообще, сам по себе агрегат-то достойный. И просто вы обрекаете себя на мучительный поиск любой запчасти. Начиная от фильтра, для того, чтобы то сделать. То есть, выигрыш будет... А мотор чей? GM-овский. Точно модель сейчас не назову, но из инструментальных закромов GM-а. Хотя, на самом деле, у них в одно время был период, когда Сузука ставила на европейские машинки моторы французские. Был у них такой реношный. Мне тоже он показался похож на Рено. Да-да-да. У них возможность, что вот тот, который вы, как раз он будет реношный. Потому что они очень долго сотрудничали именно с Рено по дизелям. Реношные дизеля и вообще французские дизеля. Они очень хорошие. У меня был Scenic с 1,9 дизелем. Мне кажется, что там такой же мотор стоит. Тем более, видите, как вы даже ближе к разгадке, чем я. Потому что я на Scenic дизельном, например, не ездил. А у вас в данном случае будет что-то такое из серии «Здравствуй, мой родной», «Здравствуй, близкий и понятный». Но вы как-то обслуживали свою машину, поэтому у вас эти пути, видимо, есть уже. Вы знаете, куда идти, за какую часть. Нет, если это Рено, то понятно, как бы на Рено можно найти. Но никаких данных, чтобы точно понять, а что это за мотор. Только по мере того, как вы купите. Потому что производитель всегда рассказывает, что он сам его придумал. И только потом шепчет, говорит, ну, знаете, да, мы тут кое-что в альянсе сделали. Знаете как, например, рейндж-ровер «Ивок» до гробовой доски будет биться и говорить, что у него рейндж-роверовские моторы. Хотя на самом деле у него бензиновые и фордовские стоят, а дизельные и пижошные. Он никогда в жизни вам об этом не скажет. Ягуар тоже будет говорить, у нас дизель, да вы что. Да это наш родной, мы всем ягуарам засучили рукава, сели и сделали этот дизель. То, что он Peugeot, они никогда не об этом не скажут. Ну и так далее. То есть эта международная интеграция, она никогда не вскрывает карты, что, чье и куда. А поскольку вот сам по себе агрегат Гранд Витара, классная машина, мне очень нравится. Такой хороший, именно что внедорожник такой, в легком классе. Но с дизелями к нам он не приходил, а я на дизельном никогда не ездил в силу именно этого. То могу вашему мужеству только позавидовать. Потому что купите, явно она будет в неплохом состоянии из Европы. А потом позвоните, расскажите, чем все кончилось. А еще вопросик, а что можно как бы в альтернативу? Альтернатива для чего? Вы что будете, по грибы на ней кататься или по супермаркте? Ну фактически да. То есть вне дорог? За российским дорогам. На дачу нужно зимой ездить. То есть пробиться на дачу и вам нужен внедорожник? Ну там могут и не почистить. Ну могут и не почистить. Ну вы же можете поехать там и на девятке с самоблоком и уже проедете. Или уже не вариант. Но вам внедорожник или что? Или кроссовер? Потому что кроссовер на полном приводе по нечищенному тоже идет недалеко. Внедорожник рубится, но внедорожник с ним нужно уметь обращаться. Там много разной техники. У вас сколько километров? Больше все-таки внедорожника. То есть кроссовер вам нужен? Нет, кроссовера все-таки нет. Именно как раз почему я гранд-витару рассматривал. Потому что у нее есть нижний ряд трансмиссий. Вы можете с раздаткой там попытаться что-то сделать. А вот такие аппараты, как например какой-нибудь Pajero Sport, вы как смотрели уже? Mitsubishi Pajero Sport? Ну тоже думал, тоже думал. Там ценник другой. Ценник другой? Конечно, ценник другой. Но вы же и эту из Европы дернете, и ту, может быть, откуда-нибудь оттуда же. Хотя в Европе его еще поискать. Редкий там зверь. Зато Super Select, на Super Select, на приундитной блокировке заднего дифференциала, вы можете себе хоть что-то позволить. Потому что у гранд-витара этого не будет. Либо пикапы. Или в пикап семья не влезет? Нет, не влезет. Тогда вам нужен любой внедорожник за те деньги, которые вы определили себе. Ведь вы же какую-то сумму в голове подразумеваете. Ну там получается где-то 600-700. Если вот в Москве брать, если оттуда там шевле немножко. Минуточку. В Москве это значит из незнакомых рук? Ну да. А, то есть это со скрученным спидометром, с неизвестными болезнями и с ликвимолью, залитой для того, чтобы вы не догадались о том, насколько там кольца залегли. Я правильно понимаю? Может быть, серьезно, за три года. За три года? А по какой причине ваш зарубежный Визави эту машину через три года решил скинуть на вторичный рынок, избавившись от нее полностью? Это все из чем? Это все из тем, что он ее через лужи переносил на руках и говорил, «Да, живет в России Алексей, я, пожалуй, машинку-то сберегу, ему она понужнее будет, чем мне, да?» Вот представьте себе, эта машина откуда и с какой стороны ориентировочно? Ну, хотелось бы откуда-то с севера, чтобы там был ремни-пакет, потому что в южных там даже подогрева в седине нет. Ага. Там, скорее всего, ко всему прочему, найдется еще монетка какая-нибудь или бумажка. Знаете, вот те люди, которые занимаются этим профессионально, там существуют две легенды, объясняющие маленький пробег этой машины. Легенды с годами не меняются. Вам выкатывают машину со скрученным спидометром, сильно скрученным спидометром, и говорят, ну, тут 40-50 тысяч, ну, там, иногда бывает 90, это типа честная игра, скрутили до 90, а потом говорят, вы знаете, кто был прежним владельцем этой машины? Дальше две легенды. Легенда первая. Старичок 1812 года выпуска. Он Березину лично переходил. Представляете, этот древний, вот зачем машину купил? Вот он ездил, 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 вот за три года он ездил, тут совсем ничего. Ну, вот потом продал. Поэтому она такая новенькая, хорошая, с маленьким пробегом. Второй вариант. Там парнишка-наркоман катался, у него права навсегда отобрали, он теперь пожизненный пешеход, поэтому машина так мало проездила. И в подтверждение этой легенды, обязательно вы там рано или поздно найдете. Раньше кидали монетку, но сейчас везде евро, поэтому сейчас кидают туда дорожные карты какие-нибудь, бумажки, там чек, наверное, на голландском языке, на одной из версий этого языка. Для того, чтобы вас в этом убедить. Не бывает из Европы машин меньше 150 тысяч. Вы по объявлению то, что нашли, оно меньше 100 тысяч. Могу с вами поспорить по этому поводу. Не, я еще так предметы не искал, но я знаю, что там... Алексей, Алексей, не ищите. Вас обманут, потому что они профессионалы. Либо эта машина из знакомых рук, тогда уже неважно какая, либо эта машина с биографией, проверить которую вы можете. Например, с сервисной книжкой. В сервисной книжке стоят точно все ТО, наш какой-нибудь московский дилер, и вы можете в любой момент приехать к нему и посмотреть диагностическую карту, вступив в картельный сговор. Иначе... С дизелем это не получится. С дизелем это не получится. С дизелем вас обманут. Вот гадалки не ходи. Закон вторичного рынка обмануть клиента. Приходит Алексей и говорит, у меня есть 600 тысяч, обманите меня на 600 тысяч. Обманут, естественно обманут. Дмитрий, здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Я рад вам. Попробуйте меня отговорить от глупого поступка. Не бросайтесь с моста, не надо, это очень глупо. Там лед, вы разобьетесь. Хорошо, не буду. У меня Ford Fiesta, 6 лет, как бы подошел срок продавать, но вот я привык к этой машине. Ищу замену. Есть такой вариант, купить Kia Cerato Coupe, купешную версию, 2 литра автомат. Что вы об этом скажете? Вы так как-то об этом вкратчиво рассказываете? Как будто эта машина тоже на вторичном рынке стоит и вас ждет. Нет, новенькую хочу. Красавицу. Вы влюбились в нее за чистоту линии. Я брал ее тест-драйв, мне она очень понравилась. И, как бы, наверное, немного необоснованно дорогая, потому что такая немного молодежный вариант. Но она мне очень нравится. Но в сравнении с Ford, который я привык водить, что это будет? Дмитрий, вы позвонили не по адресу, я вас не смогу отговорить. Купите эту машину, это одна из лучших. У вас вырастут крылья. Единственное, что вы будете первое время на ней дерзить. Вот когда вы к ней присидитесь, вы поймете, насколько эта машина вам открывает второе дыхание. Вы станете немножечко таким человеком с резкостью в характере. Вам не свойственной. А потом все станет хорошо и выяснится, что вы сделали абсолютно правильно, купив эту машину. Одна из лучших, тем более вы редкий клиент на двухдверку. Возьмите ее, вы будете первым красавцем на деревне. Леонид у нас. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад, что до вас дозвонимся. Очень нравится, как вы рассказываете о машинах. Спасибо, Леонид. Вам спасибо. У меня очень странное одно утверждение, один вопрос. Утверждение вопроса первый. Не пугайте меня, говорите. Я езжу на Windrower Discovery 3 восьмого года. Купил я его год назад. Купил, когда покупал, у меня все отговаривали. Все говорили, что эти машины ломаются. Они ездят только от сервиса до сервиса. Ну, короче, поговорок очень много. Машина для меня первая в жизни. И я вот отъездив в год, дико удивлен, что она очень надежная и очень экономичная в обслуживании. И у меня вопрос. Вот откуда такое мнение? Почему? За что так опускают теперь уже любимые мной машины? И второй вопрос. Это проблема некоторая. Я купил... Леонид, быстрее. Быстрее не успею ответить. Купил диски на машины. Они на 2 дюйма шире, чем мои. Я с тем самым вспоминанием не могу подобрать резину. Во всех салонах не могут меня подобрать. Говорят, мы нестандартные не подбираем. У меня сейчас 7 дюймов, а теперь новые 9. Все, вопрос закончился. Закончился не только вопрос, закончилась программа. Поэтому до завтра. Леонид, вы дозвонились, но я вам не ответил. До завтра всем.